Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин сегодня». Меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Солнце ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Неделя снега, как юг острова, пережил третий день метели. Авиарейсы на паузе, аэропорт областной столицы закрыли до пятницы. Рабочая блокада с холенцей из-за непогоды продолжает трудиться на местах. Третий день. Слаженный дуэт снега и ветра строятся угробы на юге острова. В областном центре в четверг из-за метели по-прежнему не работал общественный транспорт, а руководителям рекомендовали сохранить удаленку для своих сотрудников. Занимались дома и школьники. Такой формат для учеников сохранится и завтра. Циклон не ослабевает. Многие улицы Южно-Сахалинска, теперь пешеходные, располагают к не особо быстрому передвижению, так как протоптанные тропы узкие. Зачастую они ведут от домов к центральным дорогам или к магазинам. Метель уже третий день. Как вас? Удивляет? Нет? Нет, не удивляет. Раньше и по клеще было. Побольше мило. Как бы это нормальное явление для Сахалина. А раньше на вашей памяти когда последний раз так было? Ой, или в 2001 году, по-моему. В марте месяце. Тогда у меня вообще через машину по капоту пробили дорожку, ходили люди. Даже не видели, что там машина стоит. Ну, поскорите, а с продуктами-то вообще проблем нет? И, узная, метели там по-сахалински затаривались заранее? Нет, нет. Ну, как бы все равно у каждой семьи же есть какой-то там минимальный набор продуктов. Вот. Единственное, что хлебушка нет. Вот хотелось бы краюшечку. Дикатес. Да. Наверное, так, наверное, для русского человека все-таки действительно хлеб всему голова. Пришли в магазин. Вот вчера вот муж ходил. Все есть, а хлеба уже нет. По центральным дорогам Грейбер курсирует днем и ночью, борется с заносами. Основная задача – сохранить возможности для проезда спецтранспорта. Водителям расчищенной техники мешает не только метель, снижающая видимость до минимума. Главное, да, что машины единственное, вот люди куда-то все время торопятся, выезжают, для чего, только непонятно. Сидели бы дома спокойно, машины бы стояли, не мешали бы расчистки дорог. Особенно мешают таксисты, и машины их бросают, и в лоб едут. Вообще сложно, и видимость плохая очень сильно. Основные задачи по ликвидации последствий метели в четверг не раз обсуждали на заседании координационного штаба. Они обошли стороной мусор, который копится на площадках в занесенных дворах. По мере расчистки основных магистралей предусмотрена установка ряда перехватывающих контейнерных площадок мобильных. Это для тех дворов, где проезд будет затруднен. Таких адресов у нас в настоящее время мест установки их 19. По мере их установки будем информировать и настоятельно рекомендовать гражданам использовать площадки для выноса мусора. Многие горожане сейчас пытаются внести коррективы в снежную архитектуру, созданную циклоном. Стараются откопать припаркованные машины. Зачастую не в первый раз за последние дни. Уровень занесенности разный. Нам при съемках сюжета встретилась машина, над которой метель собрала больше метра снега. Некоторые прохожие, увидев выкопанный котлован, готовы помочь хозяйке автомобиля в этих утомительных раскопках. Мне кажется, что машину мы откопаем только на следующей неделе, когда до нас доедет техника. Ну а пока хотя бы ее обозначить, что она здесь есть. Самое главное, чтобы трактора ее не зацепили. Все мы с нетерпением ждем окончания этого затянувшегося бенефиса метели. По прогнозам, финал представления уже близок. Но даже когда снег прекратится, чтобы привести в город в нормальное состояние, потребуется еще немало времени. Алексей Трелицкий, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. В четверг, 25 января, ни один самолет не смог взлететь с полосы Южно-Сахалинского аэропорта. Не удалось также принять ни одно судно. Руководство решило закрыть воздушную гавань до пятницы. Днем в аэропорту фиксировали порывы ветра до 20 метров в секунду. Обстановку осложняли обильные осадки и нулевая видимость. До улучшения погодных условий задержаны рейсы по 11 направлениям. Пять из них внутри региональные. В настоящее время два самолета авиакомпании «Россия» находятся на запасных аэродромах. Один в Хабаровске, другой во Владивостоке. Авиакомпании в сложившихся условиях вносят изменения в график движения воздушных судов. В пятницу в аэропорт нельзя будет приехать на личном транспорте на перекрестке улиц Куропатка. И 1-е Октябрьское выставят пост ГИБДД, который перекроет движение. Доехать до воздушной гавани, как и выехать с ее территории, можно будет только специальным автобусным маршрутом. Будет специальный маршрут, улица Куропатка, то есть аэропорт Куропатка, проспект Мира, проспект Победы и Площадь Победы. Площадь Победы – это будет точка разгрузки и выгрузки. То есть все автобусы будут в режиме метро ходить до Площади Победы. Тем, кому надо в аэропорт, они смогут сесть в автобусы, доехать до аэропорта. Тем, кому надо обратно, на Победы выйдут на площади и, собственно, дальше по своим местам жительства. Не смогут сахалинцы в пятницу воспользоваться и пригородными поездами. Они не курсируют со среды 24 января. Режим чрезвычайной ситуации из-за циклона не только рассадил жителей по домам, но и заблокировал на рабочих местах. В социальных сетях встречаются крики о помощи, что люди по двое-трое суток не могут добраться домой и вынуждены жить на работе. О блокадниках Южно-Схоленска смотрите в материале моего коллеги на удаленке Дмитрия Петрова. КАМАЗ-спасатели стал одним из главных героев видео в соцсетях. Сотрудники регионального МЧС уже несколько суток курсируют по городу. То перевозят горожан по улицам, которые превратились в снежное поле, то вытаскивают из снежного плена нерадивых автолюбителей. Однако мало кто знает, что некоторые спасатели сами оказались во власти стихии и дома появятся не скоро. Ну, заступил на сутки по порядку, отработали. И, ну, куда ехать домой вообще без вариантов. У меня Долинский район дом, поэтому немножко отдохнули и дальше. Сейчас эвакуировали врача, везем его в больницу, в областную. Операция у него срочная. Заложниками метели в основном стали люди, которые работают сутками. Ведь под сугробами не только дорога домой, но и к месту службы. Так, например, некоторые охранники трудятся в ожидании смены уже несколько суток. Ну, приехал я на работу 23-го. Вот. И вот сейчас нахожусь на работе, потому что сменщик тоже как бы не сможет приехать. Он самил и сам меня менял. Ну, остальное как? Ну, смотрю за порядком. Все, что бы ничего. Где-то все было закрыто, окна закрыты. Нигде ничего не задало, нигде ничего не бежало. Ну, так, чтобы был порядок. Второй день метели для сахалинцев подкинул новую задачу. Найти хлеб на прилавках. На полках с хлебобулочными изделиями остались только лепешки. А жители в чатах обсуждают рецепты домашнего каравая. Но это в основном касается жителей города. В частном секторе СНТ и ДНТ проблема с продовольствием стоит острее. Немножко запасались, конечно, но уже идут на исход. Особенно вода питьевая у нас. Здесь питьевой воды нет. Она у нас только техническая. И вода вот внук перед поргой привез, но она уже заканчивается. Но максимум еще до завтра и все. Сбегать за хлебушком в таких товариществах – настоящее испытание. Как правило, до ближайшего магазина расстояние в несколько километров. А теперь они превратились в белую целину. По словам жителей, расчистка товариществ лежит на самих дачниках. А минимальная стоимость работы фронтального погрузчика – 4000 рублей в час. Это по карману не каждому. Ведь в таких районах проживает достаточно пенсионеров. Вот вглубь общества. Вижу только раз, два, три, четыре, пять барханов. Не знаю, высотой под два метра. Очень опасный. Очень. Однако и среди городских жителей были те, для кого выход из многоквартирных домов стал серьезным испытанием. Двери входных групп оказались заблокированы сугробами. Оно и понятно, что в такую непогоду дворники не успевают оперативно расчищать везде. А где-то и вовсе не выполняют свои обязанности. Поэтому новый день начинается не с кофе. День начался с детства. Столько снега с детства мы не видели. Пришлось выходить с первого, с второго этажа. Для того, чтобы подкопать дверь. Снегом замело с ростом человека. С подобной проблемой часто сталкиваются жители Дальнего. Как они отмечают, из-за особенностей застройки подъезды там запечатывает быстрее, чем в городе. Поэтому люди помогают своими силами коммунальщикам, как могут, и чистят входные группы самостоятельно. Сейчас в микрорайоне дорожники провели проезды по основным улицам, чтобы жители могли ходить в магазины по дорогам, а не по трофинкам. Первая техника завода Федотова расчищала улицы Крымская, Первая Московская и Большая Полянка. Теперь у жителей появилась надежда выбраться из района. Поэтому многие начали откапывать свой транспорт. Дмитрий Петров, Илья Назаров, Солнце-ТВ. Спасатели МЧС помогли доставить медицинского работника до дома девочки с лейкемией. За помощью обратилась главная врач детской городской поликлиники. Сотрудники ведомства незамедлительно выдвинулись на помощь и привезли врача на специализированной высокопроходимой технике. Сдача анализов для девочки – дело регулярное. Делать это нужно обязательно каждую неделю для поддержания жизнедеятельности. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам здравоохранения, сотрудникам МЧС, то, что приехали и взяли кровь у моего ребенка. И теперь опять все идет по плану. Такая погода не позволяет куда-то выехать. Огромное спасибо. Детская поликлиника у нас работает в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня у нас неблагоприятные годные условия, но тем не менее наша работа продолжается, потому что у нас есть тяжелые дети, которым необходимо взять анализы на исследование перед тем, как продолжить назначенное лечение. Всего от главного управления МЧС привлекли три спасателя и одну единицу техники. Вы смотрите программу «Схалин сегодня» и мы продолжаем. С начала Бурана в Южно-Схалинске сотрудники МЧС работают на спецтехнике. Привлечено 50 человек и 10 машин. Обстановка находится на контроле ведомства. 24 января из снежного плена вызвали 75 застрявших автомобилей. Кроме того, спасатели организовали вывоз людей из аэропорта. 64 человека с задержанными рейсами доставили в гостинице Южно-Схалинска до улучшения погодных условий. Спасибо, что служба МЧС не бросает людей в трудные ситуации, в трудную минуту признателям. Очень сильно. Благодарю вас за оказание вот этой моноальной отнески. Спасибо. Огромное спасибо. Просто выручили, потому что все эти пересадки, перелеты, не уехать, не приехать, еще не из этого города. Это очень помогло. Помогали сотрудники МЧС и в сфере здравоохранения. Для тяжелобольного человека организовали доставку необходимых лекарств. 12 горожан, нуждающихся в медицинской помощи, сопроводили до учреждений. Спасибо. Полдня пыталась добраться до областной клинической больницы. Прям благодарю вас. Главное управление рекомендует жителям районов не покидать пределы населенных пунктов, уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными, отложить выезды на рыбалку, на охоту, на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах. Единый телефон вызова и экстренных служб 112. Затяжная метель увеличивает объемы снежного контента, отснятого сахалинцами. На телефоне фиксируются огромные сугробы, попытки преодолеть эти преграды и другие яркие моменты из нынешних реалий. Изучая наполнение разных каналов, мы отобрали некоторые эпизоды и предлагаем посмотреть на эту подборку. Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал, земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Ты живой? Вот так вот гуляет по-сахалински. Сахалинская. Вон там где-то торчат крыши от машины. Я единственное, я просто не знаю, как вам завернуть на мира. Я на физкультурной. А вот как вам завернуть, я вот не знаю, здесь метра три. Вот так вот пробиваю, пробиваю. Там еще до дороги вроде бы просвет есть, а до дороги еще метров 15. Погнали. Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях с Халинской области заслуживающих внимания. В Невельском районе лавина едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС во время патрулирования. Полицейские проводили обследование дороги Невельск-Хомск. В это время в районе села Ясноморское начал всходить пласт снега. Водитель успел отреагировать и быстро сдать назад. В итоге дорогу полностью перекрыло, никто не пострадал. Сейчас последствия стихии устраняет погрузчик. Медики спасли пациента с инсультом. Помощь понадобилась жителю СНТ. К мужчине выехала машина скорой помощи в сопровождении снегохода. В межквартальном проезде в районе Владимировки техника увязла в снегу. К спасательной операции присоединился снегоболотоход МЧС. Совместными усилиями фельдшер и спасатели погрузили парализованного мужчину в высокопроходимый автомобиль и доставили в медучреждение. Единая дежурно-диспетчерская служба работает в режиме чрезвычайной ситуации. В смене по пять человек. Звонки принимают и днем, и ночью. За прошедшие сутки в службу поступило более 150 обращений. Сейчас они в основном связаны с расчисткой города. В рабочем процессе единой дежурно-диспетчерской службы используется ряд информационных систем. В том числе это система «Виалон», которая позволяет нам отслеживать инженерную технику, оборудована датчиками системы ГЛОНАСС в реальном режиме времени, смотреть треки ее, то есть маршруты движения в течение суток, в течение недели. Сейчас эта система позволяет следить за выполненными работами по расчистке. Также в мониторинге используют систему видеонаблюдения «Безопасный город». Она также дает оценку ситуации с сугробами в режиме реального времени. В Сахалинце Константин Абаскалов и Анна Бойко стали обладателями медалей первенства России по стрельбе из пневматической винтовки. В парных соревнованиях спортсмены взяли бронзовую награду. Константин в стрельбе из положения стоя одержал победу и заработал золотую медаль. Соревнования прошли в Ижевске и собрали более 500 спортсменов из 44 регионов страны. День Дальнего Востока и Арктики провели в Москве. Тематическое мероприятие состоялось в рамках международной выставки форума «Россия». В ходе нее состоялись экспертные сессии и круглые столы. На них говорили о развитии предпринимательства, туризма, логистики, городской инфраструктуры и экологии. Озвучили основные достижения федерального округа в последние годы. В списке наиболее важных рост инвестиций в основную капитал он опережает среднероссийский в три раза. В 1,4 раза увеличилось промышленное производство. Также проекты с государственной поддержкой дали Дальнему Востоку 3,7 триллиона рублей инвестиций. Вся наша сегодняшняя работа будет построена из выступлений очень многих людей. Руководителей предприятий, писателей, режиссеров и участников преференциальных режимов, губернаторов. Мы хотим создать максимально объемную картину Дальнего Востока. Международная выставка «Форум России» проходит в Москве с 4 ноября. На ней демонстрируют важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики. Последним днем работы площадки станет 12 апреля. Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз в нашем ТЮБ-канале. Подписывайтесь на Сонс ТВ в социальных сетях. И не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Двери от Империи. 25 лет с вами. Какая связь между новой дверью и крепким сном? Ответ. Купи новую дверь до 30 апреля и выиграй приз. Ждем вас в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске. Подробности по единому номеру 505 500 и на сайте www.505500.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова